За спасение детей из огня томского таксиста лично поздравил Владимир Путин. Эта встреча стала для Александра Конечникова полной неожиданностью. Водителю, который совершил геройский поступок, глава кабинета министров, предложил поужинать. В кафе также пригласили мать четверых детей, едва не погибших при пожаре. Свои впечатлениями от разговора с премьером Погорельца их спаситель поделился с нашими корреспондентами. Так не волновался, даже когда влезал в окно горящей квартиры, вспоминает Александр свою встречу с главой правительства. Когда накануне вечером на телефоне томского таксиста высветился незнакомый номер, мужчина подумал очередной заказ. Оказалось, нет. Премьер России Владимир Путин предложил поужинать в ресторане. Я ей-богу не понял. Чего спрашивал, даже не помню. Вот вообще, ей-богу, прям серьезно. Спросил, просто поинтересовался. Растеряться действительно было от чего. Свой поступок, спасение детей из горящей квартиры Александр особенным никогда не считал. Поэтому и такое внимание к своей персоне считает незаслуженным. Но действительно, сначала подарок от мэрии, дорогая иномарка, потом от областных властей, квартира, а теперь еще и аудиенция со вторым лицом в стране. Все все сказали, что всем все дали, все нормально. Ну, все потом посидел, кофе попил. Видели, что человек устал. Все попрощались, он в машину уехал. Конечно, в графике премьеры в этот день была не только встреча с Александром. Сначала несколько часов общения со студентами, потом с местными предпринимателями. О томском герое Владимир Путин узнал из сюжета в нашей программе. Месяц назад мы рассказывали о храбреце, благодаря которому выжили четверо детей. О пожаре сообщила, а вернее, закричала женщина, случайно проходившая мимо. Она забежала в ближайший магазин. Она забегает, говорит, вызывайте скорее скорую, там дети кричат в окно, горит квартира. Мы здесь выскочили, побежали. Александр, бросив свои покупки, кинулся на помощь. В окне вспоминает мужчина. Он увидел девочку. Прыгать она наотрез отказалась. Внутри остались еще младшие братья. Нужно сначала им помочь, кричала Катя. Здесь окно открыто было. Я поднялся выше, держался за подоконник. Она мне подавала ребятишек. А я как бы по себе вот так вот, ниже людям передавал. У меня посмотрела в туалет, а там дым из боли еще. Потом пошла в комнату, а там огонь большой был. Буквально через несколько дней после пожара местные власти выдали погорельцам новое жилье. Но на сегодняшний день эмоции от почти чудесного приобретения квартиры и спасения малышей ушли на второй план. На первом встречу с Владимиром Путиным. Как и для Александра, для Елены она стала полной неожиданностью. Это такой же живой человек, как говорится. Ну как бы помочь старается. Не безразлично. Ну вот что я поразал, что он не безразлично к всему этому отнес. Встреча с Владимиром Путиным для Елены закончилась еще одним сюрпризом. В квартире Юдиных теперь появится новый телевизор. Подарок из рук премьера для семьи особенно значим. Иван Базанов, Олеся Селиванова, телекомпания НТВ, Томск.